Всем привет, друзья! На протяжении двух недель мы собирали ваши вопросы к команде в нашем паблике Team Singulari.tvk и в пабликах у игроков. Кстати, если вы до сих пор еще не подписаны на наш паблик, то обязательно подпишитесь, потому что именно там мы общаемся со зрителями, выкладываем какие-то анонсы и, в принципе, всю интересную информацию выкладываем именно туда. Кстати, ваших вопросов было очень много, и мы выбрали только самые интересные, и сейчас наша команда ответит вам на них. Приятного просмотра! Поехали! Как думаете, сможете попасть на Берлин? Я думаю, что при должном подходе к тренировкам нам это вполне под силу. Думаю, шансы выйти на Берлин есть, будем стараться и выложимся на полную. Готовы разрывать прост-сцену? Пока еще нет, мы играем всего месяц вместе, но прикладываем максимум усилий, чтобы достичь этой цели. Как прошла адаптация? Нет ощущения, что в игре Ларан ты еще ничего не знаешь? Адаптация прошла хорошо, до сих пор еще привыкаю, играю, много разбираю, много смотрю. В общем, учусь чего-то новому, потому что нужно что делать? Правильно, развиваться. Рассматривали кого-то, кроме Биска? Нет, кроме Биска никого не рассматривали. Как ты считаешь, почему Ликвиды показали такую слабую игру? Плохая игра Ликвид обусловлена тем, что в данной команде отсутствует явный капитан, явный лидер. В данной команде нет каких-то прям крутых заготовленных раундов, нет какого-то прям крутого тимплея, и результаты команды строятся от одного максимума двух человек, а это не очень стабильно. Насколько вы довольны Биском? Насколько мы довольны Биском, но я могу сказать лично за себя, что человек выполняет заданную ему роль и имеет достаточно агрессивный стиль, и также офигенное владение оператором, что не может радовать, и всегда пытается найти какие-либо сетапы вместе с тиммейтами. Что будешь делать, если джетку порежут? Я на самом деле не понимаю, как можно порезать джетку, у неё по сути кроме дэша ничего нет, и дэш убрать, я не знаю, что с ней можно сделать, но в любом случае нужно уметь адаптироваться под большинство героев, потому что мета всегда меняется, и не знаешь, от кого будет строиться мета. Если будет хорошее предложение в КС, бросишь валик? Нет, не хочу возвращаться в Counter-Strike, мне и здесь хорошо, так что Валорант пока что в моём сердечке. Этот состав надолго, и какие планы на будущее? Надолго ли этот состав? Хотелось бы, конечно, чтобы состав держался как можно дольше, потому что вечные решафы уже поднадоели максимально, приходится менять стиль игры, троить игроков и прочее, так что чем дольше будет состав жить, тем будет лучше, и план на будущее, конечно же, завоевать титул лучшей командой СНГ, и пробиться в топы Европы. На кого пересядешь после ребаланса агентов? Мне довольно комфортно играть на Sky, в последнее время, по крайней мере в рангеде, часто беру Sky, и довольно неплохо получается. Ну, я думаю, этот вопрос нужно задавать не мне, поскольку я игрок, и поэтому, к сожалению, я не могу вам на это ответить. Валорант настреливать можно и нужно на всех персонажах, или у каких-то ролей персонажей другие приоритеты и задачи? Я лично думаю, что не обязательно тому же обречу, например, настрелить 30. Мне кажется, у всех есть свои задачи. Как там зрение? Как с моим зрением, да, все хорошо, новые капли, которые выписали мне врачи, помогают, и чувство горения, то, что режет глаза, практически не встречается, если встречается, то закапал, и все окей. Будешь ли ты еще пикать Йору? Да, почему бы и нет. Йору очень сильный персонаж, и его продолжат усиливать. У него очень сильные обилки, за счет которых он может помочь команде как выйти на точку, так и своевременно собрать информацию по точке. Со временем я считаю, что команды поймут, как играть с данным персонажем, и начнут чаще его пикать. Я считаю, что это достаточно импактный и сильный персонаж. Ожидание на 2021 год. Развитие СНГ-региона, именно онлайна, на трансляциях, потому что это тоже важно. И приход каких-то крупных организаций. Какие цели ставятся и сколько времени есть для реализации данного состава? Насчет реализации состава я не знаю, но с приходом нашего тренера, я думаю, дела пойдут в гору, и совсем скоро вы увидите хорошие результаты, так скажем, да, и хороший боевой состав. Как думаете, как потеря спайка наврезит вам, или наоборот, биск вас запустит? Я лично думаю, что биск это один из сильнейших когов, и безусловно, с ним будет очень легко играть вместе. В команде есть дедовщина? Если в команде дедовщина, нет, ее никакой нет, уж поверите. С тобой начали сотрудничать риоты после твоего поста? Нет, к сожалению, риоты не начали сотрудничать со мной, очень жаль. Возможно ли в Валоранте ростер с шестью игроками? Да, я считаю, что в будущем возможен ростер с шестью игроками в Валоранте, так как игра будет развиваться и будут добавляться новые герои. И не все люди смогут показывать высокий уровень игры на другом классе, не на том, на котором они играли. Как говорится, майнсет другой, и все в этом духе. И возможно с этим игроком это поможет командам. Персонажи выбирались у вас по личным предпочтениям, или каждого тестировали на определенную роль? Ну, в основном из предпочтений, но большую часть просто по ролям выбирали, да и команда уже была собрана, так что мне пришлось просто играть на том, на чем сказали играть, на то, что посадили. И вот я батл сейдж, так скажем. Персонажи выбирались у вас по личным предпочтениям, или каждого тестировали на определенную роль? Не знаю, как у ребят было до меня, но меня тестили именно на джетку. В команде есть дедовщина? В команде дедовщины нет. Все здорово, все хорошо, мы как одно целое. Если машним, то машним все вместе. Если тилдоим, то тилтуемся вместе. Спасибо за внимание. Почему кикнули спайка? Это произошло по команде инициативе, поскольку команде нужны были новые результаты, новые трудности, новые цели, так скажем, новые испытания. И поэтому получилось так, что поменяли игрока и взяли довольно-таки достойную замену спайка. Спайк сильный игрок, не поспоришь. Но мне, как капитану команды, нужен был более вариативный игрок. И я просто решил заменить его. Это спорт, и я считаю, что спайк в любой другой команде способен усилить ее, потому что спайк обладает достаточно хорошим и сильным индивидуальным скиллом. Но, может быть, в будущем еще сыграемся, кто знает. Как думаете, как потеря спайка навредит вам? Потеря спайка никак не навредит нам, так как биск обладает всеми нужными качествами для этой роли. И, как я уже говорил ранее, он отличный тиммейт. И его скилл тоже довольно жесткий. Жесткий при нем. Насколько вы довольны биском? Я считаю, что биск является одним из сильнейших коров в СНГ регионе. И я считаю, что Виталик может усилить абсолютно любую команду. Тер-1, Тер-2, топ-1 Европы, неважно. Он действительно очень сильный игрок. Почему кикнули Пурпыча? Ну, во-первых, мы не киккали Пурпыча. Он был на пробном, так сказать, периоде. И он офигенный человек, тиммейт, игрок. Обладает всеми нужными навыками, чтобы расти и стать одним из лучших сильных игроков. Но, к сожалению, просто на тот момент он не подошел в его стиль, команду. Именно на роли, ту, которую мы пробовали. Довольны успехами? Нет. Нет. Успехами команды я не доволен. Вот когда мы станем лучшими в регионе, когда мы станем одним из лучших в Европе, тогда, может быть, я и буду доволен. Дайте новичкам каждый по совету. Цель, мотивация, не так сильно учить. Следить в первую очередь за своей игрой, а не за игрой своих тиммейтов. Это важно. Я думаю, мой совет, это нужно смотреть больше профессиональных игр и играть много демов, чтобы им пробоваться постоянно. Главный совет новичкам, это просто гореть игрой, уделять максимально времени и пробовать. Всегда пробовать, играть с ребятами на турниры, неважно какие. Главное, пробовать, играть, тренироваться, смотреть на свои ошибки. Молодым игрокам я хочу посоветовать просто терпение, старание, чтобы больше старались, больше играли, больше работали. И обязательно у всех молодых игроков получится то, что они задумали.